В эфире первого ярославского программа «В тему» в студии работает Павел Волков. В октябре подвели итоги Всероссийского фестиваля конкурса любительских творческих коллективов. И целых два из Ярославской области по результатам получили гранты. Сегодня об участии в фестивале и о развитии творческих коллективов Ярославской области мы поговорим с директором областного дома народного творчества Валерием Осиковым. Валерий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, кто же получил награду и почему это так престижно для нашей области? Ну, фестиваль любительских творческих коллективов проходит в этом году второй раз. В том году проходил первый фестиваль, потому что впервые стартовал нацпроект «Культура». А в этом году, к сожалению, он проходил в формате онлайн. И назывался он «Культура – это мы». В этом году были представлены коллективы хоровые, театральные, цирковые, оркестровые, хореографические. Если прошлый год был больше направлен на традиционную народную культуру, то в этом году принимали участие различные любительские коллективы разных жанров. И мы отправляли также заявки и отбирали коллективы в нашем регионе для участия во Всероссийском фестивале. Также коллективы и хоровые, и театральные, и хореографические. Но так получилось, что лучшими оказались от Ярославской области – это театр балета под руководством Александра Гордиенко из Дворца культуры и техники имени Добрынина. И театр «Левый берег» из города Тутаева. Это уже заслуженный коллектив народного творчества. В год театра «Левый берег» получил вот как раз это звание. Звание Министерства культуры Российской Федерации. Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации. Наши коллективы впервые становятся лауреатами такого конкурса, и тем более целых два. Да, в этом году просто случилось удивительное событие, потому что еще за время проведения этого фестиваля впервые одному региону дали вот эти вот гранты на целых два любительских коллектива. Потому что всего рассчитано в год давать 20 победителям этого фестиваля. И представляете, из 20 претендентов два оказались наши ярославские коллективы. И мы, конечно, очень этому рады и гордимся этим событием. Валерий Михайлович, вот расскажите про фестиваль тогда поподробнее. С количеством победителей мы уже определились, их было 20. А вот насколько была тяжела конкуренция? Конкуренция действительно была тяжелая. Вы представляете, что каждый регион, их в России 80, представляет свои коллективы. Это каждый регион практически представляет по пять коллективов разных жанров. Выбирает лучшие свои коллективы. И в этом году соревновались, как я уже говорил, и хореографические, и цирковые, и оркестровые. Но вот, к сожалению, наши замечательные хоровые коллективы в этом году тоже получили высокую оценку жюри. Но трем коллективам невозможно быть лауреатами от одного региона. И поэтому конкуренция, вы сами представляете, какая. Из 80 регионов выбрать 20 коллективов на всю Россию – это большой конкурс. Как проходила подготовка? Что делали? Подготовка проходила с начала года. Мы уже знаем, каким образом будут проходить эти фестивали. И вначале этот фестиваль должен был проходить в Костроме по Центральному федеральному округу и Северо-Западному. Но, к сожалению, пандемия внесла свою корректировку. И поэтому те материалы, которые мы готовили, видеоматериалы для подачи к заявке, они как раз были продемонстрированы вот на конкурсе, который проходил в формате онлайн. Мы тоже переживали, мы смотрели выступления наших коллективов. Но и по итогам получилось, что наши коллективы вот вышли в претенденты, в дипломанты. А дипломантов, я сейчас точно не помню, где-то было около 40. И вот уже из этих дипломантов, претендентов, нужно было выбрать снова лауреатов. Мы не надеялись, что оба коллектива наши пройдут. Но по итогам работы жюри, вот этого всероссийского жюри, вышли наши два коллектива. Это, конечно, для нас событие грандиозное. Как вы считаете лично, чем покорили наши коллективы и жюри? Вот что у них получилось? Собрались на финалы, дали такую эмоцию, такой нерв, что жюри просто не могло не отдать эти грантовые деньги Ярославской области? Или же просто тема какая-то удачная была? Вы понимаете, наши коллективы знают не только ярославцы, но и далеко за его пределами. Вот если брать коллектив в Левый берег, театральный коллектив, он очень много у нас гастролирует. Он очень много участвует во всероссийских фестивалях театральных. Они ездят по обмену опытом в другие регионы, и в Южный федеральный округ, и в Сибирский федеральный округ. Это такие, это люди работающие, это любители. Но они так любят театральное искусство, что они практически со своими работами, которые выпускают в год по 2-3 спектакля, они еще и успевают показать их не только всем ярославцам, но и за пределами нашего города и области. На каком спектакле они остановили свой выбор? Вы знаете, спектаклей было несколько. И фрагменты уже отбирало жюри. Я не скажу, что это был один спектакль. Они смотрели несколько фрагментов разных спектаклей, и даже спектаклей разных лет. Но вот если они смотрели, например, спектакль «Дело было в Агрызове», который был на конкурс, то уже на финале в Москве они представляли спектакль, фрагмент спектакля «Обыкновенное чудо». Также и с театром балета, который представил классические свои постановки на суд жюри, а уже в финале, в финальном галоконцерте, который проходил в Москве в театре русской песни Надежды Бабкиной, они уже показывали другую работу, участвовали в общей работе, будем так говорить. Расскажите про театр балета подробнее, как он появился. Ну, театр балета – это наш легендарный ярославский коллектив. Конечно, существует он уже огромное время, и для любительского коллектива это, можно сказать, рекорд, это можно занести в книгу рекордов Гиннеса, когда коллектив продолжает жить. Это, конечно же, зависит и от руководителя, от нашего замечательного заслуженного работника культуры Александра Гордиенко, который возглавляет его с самого начала. А вообще коллектив замечательный, и сколько поколений прошло любителей через этот коллектив, сколько постановок было сделано этим коллективом, это уже и не сосчитать сейчас, это огромное, огромное количество, тем более, что у театра балета есть еще и детский коллектив театра «Спутник», поэтому там занимаются люди разных возрастов, и дети, и молодежь. Много различных планов у наших творческих людей, но я думаю, что они все состоятся, у них задумки есть, тем более, что вот на те средства гранта 2 миллиона получил наш коллектив за участие в этом всероссийском фестивале. Я знаю, что они очень-очень много пошили себе костюмов, костюмов, балетные обуви. Валерий Михайлович, какие еще инициативы реализуются в рамках нацпроекта «Культура»? Ну, у нас в регионе проходит фестиваль «Творческие люди». У нас также участвуют все коллективы, любительские коллективы разных жанров. Вот в год театра мы проводили, естественно, коллективы театральной направленности. У нас участвовали все взрослые коллективы Ярославской области. Мы также определяли четырех победителей, которые были награждены денежными грантами, которые они потратили на материально-техническую свою базу. В этом году у нас проходил хоровой фестиваль. Также четыре коллектива стали победителями. В следующем году по нацпроекту «По творческим людям» мы также планируем провести фестивали и хореографических жанров, инструментальных жанров, любителей кинофототворчества, декоративно-прикладного искусства. То есть этот фестиваль будет продолжаться и в следующие годы. И мы этому очень рады. Спасибо за поддержку правительству Ярославской области и Департаменту культуры Ярославской области. Спасибо большое, Валерий Михайлович. А я напоминаю, что о развитии народного творчества мы говорили с директором областного дома народного творчества Валерием Осиповым. Меня зовут Павел Волков. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин